Организованная преступность в России – форма преступности, появившаяся в СССР в 1960-х годах, представлена организованными преступными формированиями, совершающими в основном корыстные и корыстно-насильственные преступления, ведущими теневую легальную экономическую деятельность, имеющими коррупционные связи в органах власти. На Западе под названием «Русская мафия», «Красная мафия», могут подразумеваться любые преступные организации, как собственно российские, так и происходящие из других государств постсоветского пространства, или из иммиграционной среды в дальнем зарубежье. В частности, как указывается одним из ведущих исследователей русской организованной преступности ВС Совчинским и другими исследователями, термин «Русская мафия» изначально появился применительно к преступным формированиям, возникшим в период с 1970-х до начала 1990-х годов среди евреев, эмигрировавших из СССР, и позже, из бывших советских республик, и продолжает применяться в этом значении в 2000-х. В данной статье рассматривается деятельность собственно российских преступных формирований, состоящих из лиц, являющихся гражданами России, или действующих преимущественно на территории России. Основные показатели зарегистрированы организованной преступности. Число зарегистрированных преступлений в России по статье УК «Бандитизм». В современный период организованность преступности в России заметно увеличилась, организованная преступность вошла в жизнь большого числа граждан. По данным МВД, в 2000 году в России действовало 130 особо опасных преступных сообществ, в которые входили 964 организованные группы с общей численностью участников более 7,5 тысяч человек. При этом в 2001 году правоохранительными органами было привлечено к ответственности 11,5 тысяч лидеров и активных участников организованных преступных групп. Самым известным из них является сообщество «Воры в законе», объединяющее лидеров уголовной среды, в основном ориентированных на совершение общеуголовных, а не экономических, коррупционных, преступлений, хищений, вымогательства, бандитизма и т.д. Существуют также сообщества, организованные по этническому и другим признакам. Официальные показатели организованной преступности, СМ, таблицу, криминологами признаются значительно заниженными, что говорит о низкой эффективности работы правоохранительных органов по борьбе с данными видами преступлений. Число зарегистрированных преступлений по статье 209 «Бандитизм» и 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Организованная преступность в России контролирует черный рынок, часть теневой экономики, связанной с оборотом товаров и услуг, которые либо вообще не могут являться предметом легальной продажи, например, люди, сексуальные услуги и т.д., либо ограничены в обороте, оружие и боеприпасы, наркотические средства. Организованная преступность активно осваивает новые виды преступной деятельности – торговлю людьми, органами и тканями для трансплантации, контрафактной продукции, терроризм, незаконный оборот оружия, в том числе массового поражения, отмывания преступных доходов. Территориально организованная преступность концентрируется в крупных городах, промышленных центрах, в особенности в южных регионах России. Помимо этого, российская организованная преступность приобретала транснациональный характер, становясь одним из звеньев мировой криминальной системы, она действует в 44 странах мира, заключая там с местными мафиозными структурами соглашения о совместных криминальных действиях в сфере торговли нефтепродуктами, отмывания денег, создания каналов в нелегальной миграции, торговли людьми, контрабанды и наркобизнеса. Большинство российских преступных групп, примерно 65%, имеют связи с преступными формированиями ближнего зарубежья, 18% имеют связи в Германии, 12% в США и Польше, 3,5% в Швеции, Финляндии, Венгрии, Китае, Корее, Израиле, Болгарии и других странах. Отмечается также, что на территории России действует множество преступных группировок из других стран, республик бывшего СССР, Вьетнама, Афганистана, Китая и т. д. Оценки структуры и динамики организованной преступности Расширяются сами критерии определения, связанные с организованной преступностью. В число организованных преступных формирований начинают включаться и группы, ранее не считавшиеся частью организованной преступности. Увеличение статистических показателей объясняется возросшей активностью и профессионализмом спецслужб, которые со временем все более эффективно выявляют преступные формирования. Рост числа преступных формирований происходит за счет небольших преступных формирований, аналогичных уличным бандам США, формирующихся по территориальному признаку, и не имеющих значимых коррупционных связей. Ясно одно, организованная преступность в России не является монолитным образованием, она разделяется на группы по национально-этническим, территориальным и семейным признакам. Раздел сфер влияния может носить как профессиональный, так и территориальный характер. Ф. Вильямс приводит такое описание криминальной специализации основных преступных группировок. Точка солнцевская группировка владеет игорным бизнесом, казанская группировка занимается банковскими кредитами, чеченцы держат экспорт нефти, нефтепродуктов и цветных металлов, а также межбанковские операции и торговлю краденными автомобилями, азербайджанцы занимаются торговлей наркотиками, азартными играми и мелкоптовой торговлей, Армянские группировки заведуют угонами автомашин, мошенничеством и подкупом должностных лиц, грузины замешаны в хищениях, грабежи и захватах заложников с целью выкупа, сферы деятельности ингушской преступной группировки, золотые прииски, торговли драгоценными металлами и оружием, азадагистанцами остается первенство в воровстве и насилии над женщинами. Все эти многочисленные группировки ведут между собой борьбу, связанную с разделом сфер влияния и личными неприязненными отношениями. Противостояние происходит также между старым и новым поколением преступников, между славянскими и кавказскими преступными группировками. Не существует и какой-либо единой основы, по которой строятся отношения внутри отдельных криминальных сообществ, стержнем преступного формирования может служить национальность, место рождения, профессиональная деятельность, так, многие преступные группировки создавались на базе спортивных организаций. В целом следует признать, что российская организованная преступность не представляет собой единой силы, осуществляющей скоординированные усилия, однако ввиду общности средств и методов деятельности отдельных банд совокупный негативный эффект от их деятельности крайне велик. Оценки опасности российской организованной преступности многими исследователями, как российскими, так и зарубежными, предпринимаются попытки оценить опасность организованной преступности для самого российского государства, так и для мирового правопорядка в целом. Основные положения данных подходов были обобщены Филом Вильямсом, который выделяет пессимистическую, оптимистическую и беспристрастную оценки. Пессимистическая оценка данный подход во многом представляет собой продолжение сложившегося в период холодной войны в консервативных кругах отношения к СССР и России как к угрозе. Если раньше сторонники идеологии красной опасности говорили о советской военной угрозе, то теперь они говорят об угрозе российской организованной преступности. Можно выделить следующие основные характеристики, характерные для работ, в которых высказывается данная позиция. Степень опасности криминальной деятельности российских преступных организаций называется крайне высокой. Например, Клэра Стерленг, журналист и исследователь проблем, связанных с организованной преступностью, так описывает криминальную ситуацию в России. Россия, сегодня, погружена в такой хаос и столь ослаблена, что очень немногие ее граждане могут вести добропорядочный образ жизни и выжить. Хотя и не все люди, совершающие те или иные правонарушения, принадлежат мафиозным кругам. Мафия постоянно кружит среди них, подобно огромной хищной акуле, одних заставляет идти к себе в услужение, выкачивая деньги из других и запугивая недовольных. Ненасытная и практически неуязвимая, она проглатывает фабрики, кооперативы, частные предприятия, недвижимость, источники сырья, рынки валюты и драгоценных металлов. В 1991 году ей принадлежала четверть российской экономики, а в 1992, уже одна треть или даже половина. Тенденция к восприятию российской организованной преступности не как совокупности относительно разрозненных преступных организаций, а как некой единой монолитной силы, возглавляемой бывшими сотрудниками КГБ иных силовых ведомств, ненавидящими Запад и западный образ жизни, а также ворами в законе, крестными отцами русской мафии. Делается вывод о большей опасности, изобретательности и беспощадности российских преступных организаций по сравнению с преступными сообществами других стран, колумбийских картелей, китайских триад, сицилийской мафии, ввиду имеющегося у преступников опыта противостояния тоталитарной политической системе. Предположение возможной связи русской мафии с процессом утечки из России ядерных материалов и оружия. Восприятие установления российскими преступными организациями криминальных связей с организованными преступными формированиями других стран как процессов создания некоего мафиозного мира. Наконец, делается вывод о крайней опасности процессов становления преступности для наметившейся демократизации российского общества и их способности привести к становлению нового националистического или тоталитарного режима, вплоть до превращения России в криминальную сверхдержаву. В целом именно это направление является доминирующим, подавляющее большинство авторов уверены в том, что российская организованная преступность опасна как для самой России, так и для всего мирового сообщества, хотя отдельные оценки опасности и могут варьироваться. Оптимистическая оценка сторонники мягких оценок в отношении организованной преступности приводит в защиту своей позиции следующие основные аргументы. Организованная преступность в современной России выполняют позитивные социально-экономические функции, предоставляя альтернативу неэффективно работающим государственным институтам, призванным обеспечивать выполнение гражданско-правовых обязательств и разрешать споры. Ф. Вильямс приводит следующую цитату из рассуждений одного известного российского аналитика. Российский преступный мир превратился в единственную силу, способную обеспечивать стабильность, предоставляющую помощь в выбивании долгов, гарантии выплаты процентов по банковским судам и разрешающую споры о правах на собственность честно и эффективно. По большому счету, преступный мир взял на себя юридические и карательные функции государства. Организованные преступные группировки в России представляют собой крайнюю форму капитализма, учитывающую лишь интересы, связанные с материальной выгодой, и игнорирующую такие социальные сдержки, как нормы закона и морали. Они являются наиболее прогрессивными общественными силами бывшего Советского Союза, так как именно они являются движущей силой процесса первоначального накопления капитала и становления рыночной экономики. Организованная преступность в России – это временное явление, функционирующее в определенных условиях социально-экономической среды и обреченное на полное поглощение легальным бизнесом. Как только эти условия отпадут, специалист по экономической реформе в России Джим Лицель так характеризует этот процесс. Как только организованная преступность исполнит необходимые функции в экономике на определенных стадиях перемен в государстве, ее сфера влияния под неизбежным давлением реформ немедленно сузится до нормальных западных размеров. Беспристрастная оценка Фил Вильямс отмечает, что хотя обе описанные выше точки зрения содержат в себе зерно истины, имеются и недостатки. Пессимисты преувеличивают опасность российской организованной преступности, а оптимисты берут в рассмотрение лишь экономические аспекты деятельности, не принимая во внимании коррупционную и политическую активность организованных преступных формирований, направленную на поддержание такого состояния социально-экономической среды, которая и позволила бы им осуществлять свою деятельность и далее. Безусловно, процессы становления организованной преступности в России являются социально-экономически детерминированными, но это не означает нормальности организованной преступности как общественного явления.